Старый советский лифт Самое ужасное, опасное и коварное потустороннее создание, желающее зла человеку, это старый советский лифт. Изгаженный лифт, пятый этаж. Я продолжаю прокручивать в мыслях мелодию, заходя в лифт. В голове крутятся мысли о том, что нам нужно больше репетировать и чуть меньше пить, если до конца лета мы хотим родить хотя бы одну сносную запись. При этом совсем не пить нельзя, иначе полная хрень выйдет. Доказано экспериментальным путём. Задачка-с. Пока что даже каверы выходили довольно паскудно, хотя каждый из нас в отдельности играл в принципе сносно. В качестве попутчика мне досталась миловидная бабуля, с интересом косившаяся на зачехлённую гитару. В ансамбле играть? Прервала она мои размышления о степени паршивости нашего звучания. Ага. Вспоминаю, что в СССР не только секса не было, но и рока. И групп. Соответственно, тоже. Ну, ансамбль так ансамбль. По истечению примерно полминуты болтовни на околомузыкальную тематику со скрипом и вздрагиванием лифт замирает и гаснет свет. Бабуля начинает охать, причитать о больном сердце, невыключенном утюге и истошно призывать консьержа. Твою мать, это была моя основная мысль. Ненавижу эти лифты. Нет, серьёзно, их по-хорошему не ремонтировали ни разу с момента установки, не говоря уже о замене. Неожиданно, но консьерж всё же услышал, пришёл и кое-как открыл двери. Плохо дело. Мы застряли между этажами. Зазор оставался чуть больше полуметра, открывая замечательный вид на воздетое к нам лицо консьержа и кусок средней чистоты пола. Бабуля передавала ключи от квартиры, упрашивая выключить утюг. Я прикидывал варианты. Аварийка приедет не раньше, чем через час. Интересно, а эта штука вниз не свалится? Нет, в конструкции шахты, конечно, предусмотрены стопоры, но что-то я не верю, что это нас спасёт. Да ну нафиг. Нужно выбираться самому, а потом вдвоём с консьержем выгружать бабулю. В первую очередь спас гитару, передав её консьержу, и начал десантироваться сам. Вылез примерно наполовину, когда свет выключился. И это дерьмо поехало. Вверх. Вы, может, видели обитель зла? Так вот, суровый отечественный лифт не разрубит вас мгновенно пополам. Нет, он будет медленно и натужно вас передавливать, ломая позвоночник и превращая в кашу внутренности. На моё счастье, я успел вертикально вставить в зазор предплечье, так что локти упирались вверх дверного проёма, запястья вниз кабины, почти вертикально. Если бы слова были материально, сексуальная жизнь многих людей стала бы очень богатой. Лучевая кость в продольном аспекте выдерживает до тысячи килограмм нагрузки. Жаль, что суставы нет. К счастью, скоро свет опять вырубился, и моё матерящееся тело вывалилось на пол лестничной клетки. В итоге, в левом локтевом суставе трещина. Оба запястья сильно повреждены. Три месяца в гипсе. Репетиции пошли по звезде. Суставы пришлось долго разрабатывать. А главное, что было бы, если бы я не успел пожертвовать руками? Или если бы мы начали выгружать бабулю? Неохота думать. Больше полугода прошло, а всё равно при виде лифта в голове раздаётся врезавшийся в память хруст моих суставов. Крики в лифте Ближе к полуночи после тяжёлого дня я возвращался с работы. Как обычно, зашёл в подъезд, поздоровался с хмурой консьержкой и поднялся к лифту. В нашем доме их два. Пассажирский и грузовой, а кнопка для вызова одна. Нажав на неё, я посмотрел на табло этажей. Оба лифта начали спускаться с восемнадцатого этажа. По дороге пассажирский остановился на пятом, а грузовой приехал ко мне. Войдя в кабину и нажав на кнопку своего двадцать второго этажа, я облокотился к стенке и посмотрел на внутреннее табло. Хотелось поскорее оказаться дома, принять душ и завалиться в постель. Из собственных мыслей меня вернул резкий толчок, когда лифт проехал четвёртый этаж, после чего он остановился и внутри. Погас свет. В голове промелькнуло. Твою мать, застрял! Вытащив из кармана телефон и включив подсветку, я испугался собственного отражения в зеркале. Бледные синяки под глазами. Надо срочно выбираться из этой западни. Я стал искать кнопку вызова диспетчера на панели. В этот момент за стеной послышался всхлеп. Я замер. Тишина вокруг, казалось, звенела. Простояв так секунд тридцать и ничего не услышав, я снова потянулся к кнопке вызова и вдруг услышал женский шёпот за стенкой. Там, где должен располагаться пассажирский лифт. Не надо, пожалуйста, я задыхаюсь. Первой мыслью стало, что пассажирский лифт тоже застрял с кем-то страдающим клаустрофобией. Я крикнул. Эй, вы тоже застряли? В ответ было лишь бормотание. Не надо, не надо, не надо. Я ударил кулаком в стенку и выкрикнул что-то вроде «Успокойтесь, сейчас придут лифтеры и нас вытащат». Ещё посоветовал глубже дышать. Потом вспомнил, что диспетчера так и не вызвал. Нажал кнопку, оттуда раздались зловещие гудки, как будто занято. Сделал ещё пару попыток безрезультатно. Выругался вслух на неисправную аппаратуру. В этот момент в стенку постучали. Удары были глухими и зловещими. Мне хотелось спросить кто-то, но раздался женский голос до жути ехидной. Не открываю. Я обомлел и не мог понять, что за сарказм такой. И только и смог ответить «Ну, подожди немного». Не подумав, что за стенкой нет ничего, кроме шахты лифта. Удары становились угрожающе сильными. Кабина дрожала. В определённый момент я подумал, что тросы лифта могут не выдержать. Я отскочил к противоположной стене. Вместе с ударами стали раздаваться душераздирающие крики, от которых хотелось зажать уши и зажмуриться. «Ипусти!» «Ипусти!» Холодная испарина покрыла лоб. Я не понимал, что происходит. Мой мозг судорожно пытался придумать логическое объяснение происходящему. Крики были дикими, словно кричит душевно больной человек. Я стал орать в ответ, чтобы угомонились, нажимая абсолютно все кнопки лифта. Внезапно двери лифта распахнулись и... Всё затихло. На меня смотрел ошарашенный сосед в семейниках и шлёпанцах. «Ты чего орёшь?» Я ни слова не мог сказать. Лишь пытался отдышаться, хватая воздух, как рыба. Выбежал на дрожащих ногах из лифта и нажал кнопку вызова. Тут же, спустя мгновение, открылся пассажирский. Он был пустым. «Застрял?» Помню, как спросил сосед. «Он на нашем этаже частенько застревает». Теперь я боюсь лифтов. До своего двадцать второго этажа хожу пешком. Лифт. Он застрял у чёрта на рогах. Или чёрти где, одно из двух. Чтобы попасть сюда, он был готов практически на всё, а как попал, начал хотеть, чтобы всё побыстрее закончилось. Два дня сплошных компьютеров и хай-теков в большом и уютном отеле, где полно еды и выпивки. Подруга его, конечно, упиралась всеми конечностями, но ему удалось таки настоять на своём с минимум нервотрёпке. А ведь поначалу казалось, что всё будет так хорошо. А теперь, как обухом по голове. Толпы народу, заоблачные цены, везде одни снобы и мудаки, да ещё и напряжённость в отношениях между ним и его девушкой почти достигла пика. Он сумел вытащить её в зал, на выставку телефонов, но напоролся на свою бывшую, которая сидела за столиком регистрации на семинар. Она его вроде как загнала в угол и выплеснула все свои эмоции, как ей печально, как она по нему скучала. Через некоторое время он сумел выбраться, но его подруга уже ушла. В воздухе висела только ощутимая аура. Её. Гнева. Он расстроился и начал её искать, но она даже не вернулась в номер. Пару раз пришлось срочно прятаться от бывшей, и почти не приходилось напоминать себе, почему он от неё ушёл. Ладно, хоть их машина всё ещё была на парковке. Протиснувшись сквозь толпу, он пробрался в относительно тихое фойе. Он просто хотел отдохнуть, промотать этот кошмар до конца. Пусть даже это даст подруге преимущество в неизбежном великом скандале. Лифты были битком, к ним стояла длинная и корявая очередь, так что он со вздохом направился на поиски лестницы. В дальней части стены он заметил маленькие потрёпанные двери лифта, и тут его бывшая заметила его самого. На кнопку вызова он кинулся, как утопающий на спасательный круг. Двери загудели, он нервно притоптывал ногой, и если она его поймает в закрытом пространстве, ему не сдобровать. Дверь брякнула, одна половинка отъехала влево и резко остановилась. Он пролез внутрь, его бывшая пролезла сквозь толпу, но дверь с содроганием закрылась прямо перед её разочарованным носом. Со вздохом он привалился к дальней стене лифта, потом сморщил нос от резкого запаха. Он посмотрел на его источник и отпрянул от стены. Металлическая кабинка была вся грязная, в пятнах, мочи, каких-то потёках, пол весь в пятнах и царапинах, а в углу куча чего-то рыхлого и вонючего. Кабинка была маленькая, просто очень маленькая. На одного-то человека места едва хватало, не то что на двух. После взгляда на дверь его хватило паника. Кнопок не было. Ни вверх, ни вниз, ни номеров, ни стопа, ничего. Что-то щёлкнуло, загудело, и кабинка с грохотом поехала вверх. Его паника разрасталась, пока в мозгу крутилась мысль о том, каково это застрять тут, но тут кабинка остановилась, и паника пропала. Наверное, это какой-то служебный лифт, который останавливается на каждом этаже. Он не знал, существует ли такое, но решил в это поверить. Придётся просто выйти из Веницы и топать в комнату пешком. Несколько секунд дверь оставалась неподвижной, а его резервы спокойства истощались. Наконец, одна половинка частично отъехала в сторону, открыв для обозрения тёмный коридор. Он поднажал, протиснулся в узкую щель и столкнулся с кем-то вышедшим из темноты навстречу. Незнакомец был усталым, даже измождённым, и не обратил никакого внимания на его вялые извинения. Бледный мужик втиснулся в лифт и исчез за дёргающейся дверью. Поглядев тому вслед, он не увидел ни кнопок вызова лифта, ни какого-либо дверного косяка. Со вздохом нагляделся. Мрак рассеивали лишь несколько лампочек, свисающих с потолка на проводах. Стены, пол и вообще всё было сложено из тёмного, осыпающегося кирпича, немного влажного и... Стоп! Чего? Он же и вверх ехал, а не вниз. А это место выглядело подвал подвалом. Сырой кирпич, неровный пол, побитый жизнью стены, где тут и там не хватало кирпичей. Что за хрень? Короткий коридор упирался в какой-то другой коридор. Слева были перила, так что там, наверное, лестница. На левой стене кладка в одном месте выпирала, словно там обложили кирпичами большую трубу, и почему-то это его перепугало до ужаса, стараясь производить как можно меньше шума. Почти на цыпочках он двинулся по коридору. До лестницы он дошёл без происшествий. Без шипения, без тянущихся из темноты рук, грозящих порвать его на клочки. Он взялся за перила. Хрип он услышал, занося ногу на четвёртую ступеньку. Так хрипят больные собаки с бульканьем и через пасть. Он слегка обернулся, хотя всей душой не желал этого делать. На другом конце, ведущего к лестнице коридора, шевелилось нечто. Оно было приземистым и коренастым размером примерно с лежащего человека. Лапы у него были короткие, чем-то сочились глаза. Чёрные и крупные зубы, как полотно пилы. На вид оно напоминало частично освежёванного опоссума. Завитушки волос росли прямо на чёрных, гнилостного вида мышцах. Оно отдёрнулось к ступенькам. Ему явно было больно. Но двигаться быстро это ему, похоже, не мешало. Он рванул по скрипучим ступеням и бежал, не слыша собственного крика почти полчаса. Он бежал, потеряв всякий рассудок. Он бежал всё выше и выше, совался в коридоры, бился в запертые двери. Видел комнаты со стенами, усеянными зубами. Видел губчатые полы, подёрнутые пятнами к ниле. И вновь возвращался к лестнице. Он хрипло кричал, а нечто всё не отставало. И за ним тянулся след из слези и крови. Он молотил руками по стене лестничной клетки, царапал ногтями, и кровь текла, как из-под его поломанных ногтей, так и из кирпичной кладки. Коридор вдоль и поперёк, перетянутый чем-то, что на ощупь напоминало сухожилие, заканчивался плоской стеной с твёрдой желеобразной массой, подсветой, похожей на катаракту. Он всё бежал и бежал, потеряв голос. И зодраные голосовые связки кровоточили. Ноги спотыкались и шатались, как у пьяного. На очередном рывке вверх он нашёл потолок лестничной клетки. Ступени так и уходили в потолок, словно тот когда-то рухнул на лестницу. Он безмолвно повернулся к ближайшему коридору, уже не имея сил радоваться или отчаиваться. Пол под его ногами продавливался и шатался. За открытой дверью была видна гора, плоти, поглощающая куски и поменьше. Он почти не заметил, как с потолка отвалился кирпич и стукнул его по спине, а из того места, откуда выпал кирпич, полилась тройка гноя. Упираясь ватными ногами в неверный пол, он полупошёл, полупоплыл, в сторону тусклого света в конце коридора. Подняв голову, он заставил себя сфокусировать глаза на окне, ведущем к спасению. Ветер колыхал траву на клумбах забитой парковки. За ней спасительной башней виднелся отель. Туда-сюда ходили люди и весело смеялись. Он полз, махал руками, кровь булькала в горле, и когда он протянул руку, в его спину вонзилась рыхлая, склизкая лапа, и плоть под ней почернела и осыпалась от гнилостного прикосновения. Тогда он издал последний крик, как кричит олень, которому в горло впился волк. Хрипящая пасть начала разрывать мешки лёгких и трубки кишек в поисках лакомых кусочков. Уборщик вздохнул, сметая вонючую грязь в кучу. «Шпана чёртова, вообще никакого уважения, бродят где попало. Написано же для таких козлов, служебный вход, так нет же!» Он скривился, глядя на кучку кровавой рвоты и говна. «Какого, собственно, хера?» «Ладно, с гоботой возиться не его дело. Ему надо только прибирать за ними». И он занялся уборкой, поминутно матерясь, и желая тому, кто это оставил, охременно весёлой жизни. Снова скривившись, уборщик поглядел на большей частью чистый пол и пихнул ведро в сторону дебильной служебной лестницы. «Этим, сукам, бы лифт сюда поставить!» «Но кого колышет проблема какого-то старика?» Он помотал головой, услышав где-то вдали звуки ударов и воплей. «Наверное, ещё одна тусовка, за которой завтра придётся подчищать!» «Малолетки сраные!» Один раз мне позвонила моя девушка. Позвала меня гулять в парк. Мы чудесно провели день, кушали мороженое, сидели у фонтана несколько часов и болтали ни о чём. Когда потемнело, мы пошли ко мне. Наверное, посмотреть фильм вместе, и чтоб она заснула у меня под боком. Мы зашли ко мне в подъезд, направились к лифту. Там стоял мой сосед. Лет сорок пять, толстый, с усами, в трениках и грязной майке с мусорным ведром. Мы зашли в лифт, он нажал на кнопку нашего этажа и, проехав пару минут, лифт остановился. Свет погас. Мы немного постояли, пытались вызвать диспетчера, но никто не отвечал. Через минут пять я услышал странное шуршание рядом со своей девушкой. И когда я спросил, что это, она сказала, что всё нормально. Потом она сказала, что устала стоять и присядет. Она присела и облокотилась на стенку лифта. Через некоторое время в воздухе появился терпкий запах, а потом какое-то тихое чавканье, что ли. Чавканье становилось громче, и вдруг я услышал что-то похожее на стон. Потом моя девушка поднялась и обняла меня, сказав, что боится. Так мы и стояли, слушая теперь какое-то чпоканье, и во время этих звуков она как-то дёргалась. Потом она несколько раз странно сильно дёрнулась и поцеловала меня в губы. Её лицо было в чём-то влажном, но я не обратил внимания. Потом, когда свет дали, мы пошли ко мне домой и пили чай. И вечером, сказав, что у неё дела, она куда-то убежала. Было очень странно. Грузовой лифт Случилось это со мной, наверное, с полгода назад. Но после этого я боюсь лифтов как огня, особенно в доме, где живёт моя бабушка. Дом семнадцатиэтажный и, наверное, один из самых высоких у нас. Ходили слухи, что построили его на каком-то древнем кладбище. Правда или нет, конечно, никто не знает, но всё же. В доме два лифта, обыкновенный и грузовой почему-то. Работал всегда обычный, а грузовой сломан был. Пришла я, поднялась к бабушке, посидела, чай с ней попила. Засобиралась домой и пошла. Вызываю лифт, а он постоянно занят. Слышно, что кто-то едет на нём. Потом кто-то вызвал. Долго так стою, уже думала пойти пешком, и тут открывается грузовой лифт. Я думаю, себе лифт, видимо, починили. Зашла в него и поехала вниз. Медленно он ехал очень и остановился на шестом этаже. Открылись двери и тут же закрылись, но не до конца, и всё. Стало на кнопки нажимать, стучать по дверям, ничего. Застряло, блин. И вдруг, как начнёт свет мигать, кнопки зажглись и светятся, и услышал шёпот какой-то странный. Ни то женский, ни то мужской, непонятно. Тут-то и ноги подкосились, потому что за шёпотом, и как будто по лифту кто-то скрести стал снизу. Ну и заорала я тогда. По дверям колотить со всей силы стала. Тут лифт закрылся, свет включился, и доехал я до первого этажа. Бегом выскочила из-за лифта к вахтёрше. Она подорвалась и спрашивает, что случилось-то. Я говорю, в лифте застряла у вас, а она в ответ говорит, так исправен, нормально всё. А я про грузовой ей рассказываю. Смотрю, она побледнела вся. И говорю, а что случилось-то? Тут она и говорит. Так грузовой лифт убрали с шахты с год уже как... Случилось это со мной лет 15 назад, когда я ещё был школьником. Однажды мне приснился сон, что у нас в школе отменили уроки, и я побежал домой смотреть полицейскую академию, ещё на кассете. Я подбегаю к лифту, нажимаю кнопку, двери открываются, я захожу в лифт и, не глядя, нажимаю кнопку своего этажа. Двери закрываются, и тут я вижу, что на дверях висит табличка «Лифт не работает». Причём почему-то внутри лифта. Тут я отложил первый кирпич, а лифт всё равно начал подниматься. Я немного успокоился, но чуть позже сообразил, что лифт едет неестественно долго. Тут у меня случилась настоящая паника. Я начал судорожно нажимать кнопки «вызов диспетчера» и «стоп» кнопки этажей, но это не имело никакого эффекта. Лифт всё поднимался и поднимался. И тут я проснулся. В своей кровати. Только почему-то одетым. А кровать стоит... Внутри лифта. Уж не знаю, как она там поместилась, а на дверях лифта та самая табличка не работает. И лифт всё поднимается и поднимается. Тут я повернул голову к противоположной от меня стенке, а там стою я. Меня это, как ни странно, ничуть не удивило, будто всё так и должно было быть. Я даже вопроса ему ни одного не задал, хотя до сих пор боялся. Я каким-то образом понимал, что другой я знает ничуть не больше моего. Во снах время обычно не ощущается, но здесь мы ехали настолько долго, что я действительно почувствовал, как прошло минимум полчаса. Я проснулся снова. На этот раз я ещё стоял в подъезде. Рядом с лифтом. В голову тут же ударил какой-то дикий поток боли. Я аж руками за неё схватился и на колени упал. Мозг будто что-то сверлило сразу, со всех сторон. Я лихорадочно начал тереть голову руками, но боль лишь усилилась. К этому моменту я уже начал кричать. Тут справа раздаётся фирменная пи-и-и. Остановившегося лифта двери открываются. Я, не отнимая рук от головы, поворачиваю её. В дверях стоят просто я и я на кровати. На несколько секунд, что мы просто смотрели друг на друга, я даже смог немного забыть про боль. Кнопка стоп сработала. Внезапно прервал тишину просто я. А диспетчер? Спросил я на кровати. А диспетчер на улице? Сказал просто я. Тут же я ощутил, что мне зачем-то срочно надо на улицу. И вот уже я мухой понёсся по ступенькам и добрался до ближайшего окна, а затем отошёл и с разбега резко прыгнул в него, врезавшись в стекло, пульсирующее от боли головой. Проснулся в который раз. Стоял на улице. Метров в десяти от меня стояла некая коричневая многоэтажка, но явно не моя. В одном из окон первого этажа увидел какое-то движение. Испугался уже в который раз, но решил аккуратно подойти посмотреть. Пока шёл, ногой зацепился за что-то на земле. Гляжу под ноги, а там топор лежит. Я, не подумав даже удивиться тому, что здесь может делать топор, осторожно поднял его и начал рассматривать. Тут окно залилось громким звоном стекла, из образовавшегося отверстия вылетел другой я. Я от шока размахнулся этим самым топором и ударил другого себе прямо в голову. Он упал лицом в землю и так и не встал. Но крови, как ни странно, видно не было. Вместо этого его голова просто лопнула и оттуда выскочил ещё один я. Он несколько секунд смотрел на меня выпученными глазами, потом голова лопнула и у него. На этот раз выпрыгнула моя кровать, подлетела в воздух и взорвалась, не успев коснуться земли. Из лопнувшей кровати вылез красный мозг размером с баскетбольный мяч. Упал и начал катиться. Докатился до стены, затем взорвался, и он тут же на его месте возникла кабинка лифта. Просто высокая серая кабинка, без всего. Откуда-то из-за спины у меня появился неизвестный мне Анон. Медленно приблизился к кабинке и зашёл внутрь. Нажал какую-то кнопку, после чего двери закрылись, и кабинка буквально поднялась в воздух. И всё поднималось, и поднималось. Ну, как тебе истории? Голосуй за лучшую из озвученных в этом выпуске прямо в комментариях. И, возможно, именно твой выбор попадёт в топ лучших историй этого месяца. Ну и не забудь подписаться на наш второй канал по ссылке в комментарии. Там тебя ждут не только длинные страшные истории, но и жуткие квесты, где концовка истории будет зависеть только от тебя. А пока ты подписываешься на нас и голосуешь за лучшую историю этого выпуска, мы готовим для тебя новый шикарный сет историй. Впрочем, можешь попробовать угадать, на какую тему будет следующий выпуск. Пиши варианты в комментах, и скоро услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова